добрый день дорогие друзья я вас снова приветствую на вебинарах директ академии и сегодня у нас в гостях дмитрий абакумов сегодня у нас будет очень интересный вебинар посвященный психометрике и анализу того что происходит в образовательном процессе проекте ну что ж перед тем как начать вебинар как всегда хотел бы сказать несколько слов от себя о директ академии в самом начале нашего чата расположены четыре полезные ссылки первая из них ведет на наш главный сайт на его первую страницу и главную где расположена наше расписание и в этом расписании можно зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года вторая ссылка ведет на записи наших вебинаров у нас уже более 400 записей скопилось и запись этого вебинара тоже ведется и будет через некоторое время помещена на наш видеоканал вас я призываю подписаться наш видеоканал кто еще не подписан третья ссылка ведет на страницу онлайн курсов нашего сайта и на ней и предлагается для обучения онлайн 10 различных онлайн курсов причем два из них в списке они на самом верху будут запущены один из них будет запущен уже 12 марта а второй это курс марина орешка будет запущен в апреле ну и наконец последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификата где вы сможете получить сертификат а то о том что приняли участие в данном мероприятии сразу же после окончания после его окончания а ну и наконец я хотел бы проанонсировать три следующих мероприятия которые у нас состоятся два из них на этой неделе а одно уже в понедельник и так завтра в последний день зимы у нас будет иван травкин из южно-сахалинска и его тема информационно-образовательная среда в эпоху цифровизации образования послезавтра в первый день весны у нас будет максим скрябин с темы измерения и аналитика в обучении а я специально поставил два вебинара этот наш сегодняшний и максима скрябина рядом потому что они в общем то посвящены не то чтобы одной теме но близки друг другу как я думаю вот поэтому те кто сегодня на нашем вебинаре я категорически рекомендую посетить еще и вебинару принять участие еще и вебинаре максима скрябина который пройдет 1 марта ну и наконец понедельник 4 марта у нас снова будет один из наших популярных спикеров владимир наумов из минска с темой опять про качество и курсов и электронного обучения ну на вебинары владимира всегда стоит ходить это очень интересный спикер поэтому я тоже вас всех призываю к нему на этот вебинар пойти я обращаю ваше внимание как наш сегодняшний вебинар так и три упомянутых вебинара следующих это такие вебинары не побоюсь этого сказать такие интеллектуальные вебинары у нас есть вебинары массовые ничего не хочу сказать о них плохого наоборот очень люблю когда у нас массовые вебинары а есть вебинары скажем так не для всех вот если вы пришли на этот вебинар то скорее всего вам понадобно те спикеры которых я упомянул они тоже для вас поэтому обращаю ваше внимание на эти темы ну что ж на этом мое вводное слово закончено и я хотел бы предоставить слово дмитрия абакумова который давно хотел пригласить и вот наконец а дмитрий прошу раз два три добрый день как меня слышно слышно хорошо большое спасибо во первых первых я хотел бы благодарить павла за приглашение для меня это очень интересный опыт выступить с этой конкретной темы и в целом рассказать еще раз о моей любимой науки психометрики я рад приветствовать вас всех спасибо что пришли меня зовут дмитрий абакумов я представляю здесь два места одновременно я работаю высшей школе экономики где руковожу центром психометрических исследований в онлайн образовании которые первые единстве в нашей стране занимаются психометрическими психометрическими исследованиями онлайн обучения и уже этим летом мы отметим три года нашему центру и также я представляю лёвенский университет это университет находится в бельгии в прекрасной стране столица картошки фри европейской шоколадной столицы которая наделит этот этот статус вместе со швейцарией и европейской пивной столицы потому что в бельгии варится более двух тысяч сортов этого напитка но в бельгии есть хороший университет и не один вот в одном из них пишу свою докторскую диссертацию по психометрике я в этом году уже заканчиваю в сентябре будет защита вот и университет находится на 24 месте в мире по психологии на 36 по наукам в образовании то есть и сегодня я хотел бы поделиться тема сегодняшнего вебинара психометрическая стратегия образовательного проекта и когда я думал как выстроить этот вебинар наш часовой экскурс в психометрику я решил сделать так чтобы построить этот вебинар показать на нем как ранку психометрической стратегии то есть каким образом эта стратегия создается какие составные части компоненты она в себе содержит какие есть проблемы и риски на которые стоит обратить внимание самого начала но при этом я не хотел бы чтобы этот семинар был исключительно концептуальным поэтому ясно использую на этом вебинаре примеры причем примеры не абстрактные а примеры из нашей непосредственно ежедневной практики и в конце будет в конце презентации будет слайд с нашими статьями со ссылкой на сайт то есть с этими примерами можно будет познакомиться глубже потому что конечно же в рамках часового вебинара невозможно это сделать на достаточно глубоком таком уровне конкретизации так вот поговорим о психометрике что же такое психометрика психометрика это область науки даже самостоятельная наука которая входит в науке о поведении по-английски называется пехел сайенсис и эта наука фокусируется на высокоточных измерениях на анализе данных и на моделирование педагогических и психологических процессов то есть тех процессов которые происходят у нас в обучении происходит у нас происходит получение специалисты психометрики занимаются тем что они измеряют невидимое в этом есть точнее в этом нет ничего от шаманство но на самом деле мы действительно измеряем невидимое а почему простите не туда леснул а почему а потому что все те конструкты с которыми которые измеряет психометрика будь то психологические конструкты или конструкт из области образования например знания подготовленность навык и так далее все это латентные характеристики почему латентные потому что они скрыты от непосредственного наблюдения это не рост небес даже не масса мозга и даже если мы условно говоря заглянем человеку в черепную коробку то мы там ничего ничего не увидим кроме мозгов но знание мы там не увидим знание нужно еще измерить и таким образом таким образом еще раз знание это латентная характеристика скрытая непосредственного наблюдения и вот эти самые латентные характеристики к ним можно также отнести любовь уровень счастья кучу других различных ненаблюдаемых ненаблюдаемых конструктов мы можем измерить используя две составных части два компонента первый компонент это индикаторы то есть что мы можем пронаблюдать на основании чего мы можем сделать вывод о об уровне той или иной латентной переменной которую мы измеряем а второе это набор правил который позволяет нам связать эти индикаторы наблюдения с латентной переменной и говоря сейчас об индикаторах сначала стоит отметить что например если мы хотим измерить знание то индикатором часто выступают у нас задачи тестовые задания выполненный проект выполненная написанный написанное сочинение вот таким образом это индикаторы которые позволяют проявить нашему студенту знания которые на основании этого проявления с использованием математического аппарата из набора правил мы мы можем измерить теперь поговорим немножечко о наборе правил набор правил называется психометрическими теориями и наша наука психометрика существует уже больше 100 лет вот и за эти 100 лет я бы выделил три ключевых блока три ключевых теорий которые есть в науке психометрики это классическая психометрическая теория современная психометрика и вычислительная психометрика если мы говорим про классическую психометрику кто эта теория самая старая она появилась столь больше 100 лет назад и суть этой теории заключается очень интересно эта теория появилась она появилась из из физики из астрономии из наблюдений за небесными телами суть была следующая что когда специалисты астрономы наблюдали за звездами и за расстояние между небесными телами через телескоп они обнаружили что если мы много если мы ежедневно ежечасно будем повторять вот один и тот же замер у нас расстояние между этими небесными телами будет не всегда одинаковым иногда она будет чуть больше но если все эти данные собрать воедино то в они выстроятся распределяться нормально и вот на пике будет то самое то самое расстояние между этими телами а вот эти флуктуации больше меньше они могут быть связаны с оборотом этих небесных тел расположением их друг 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 относительно друга и работая с работая с изучая работы астрономов специалисты в области образования появилась идея а что если мы будем использовать задачи предъявлять его несколько раз различные задачи соответственно если одну задачу студент решил верно другую неверно третье верно четвертую неверно вот собственно говоря если мы все это просуммирую то то таким образом мы сможем каким-то таким образом мы сможем оценить уровень уровень знаний этого человека и таким образом в принципе пришли из из этой области пришли пришли тесты интеллекта тесты способностей которые тоже насчитывают столетнюю историю понятное дело что в этом направлении очень 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 много ограничений в этой теории и первое ограничение следующее что то мерка то метрика которую мы получаем о человеке об уровне его знаний она очень сильно зависит от того какие задания мы ему даем например если мы ему даем сложные задания соответственно он получает низкий результат если мы мы даем легкие задания он получает высокий результат и соответственно если например два инструмента для двух разных людей будет отличаться друг от друга то мы не можем их даже сравнить друг другом потому что эти метрики получаются несравнимые они очень сильно зависят от трудности теста с другой С другой стороны, по другую сторону зеркала, то же самое. Трудность задач очень сильно зависит от того, кто эти задачи решал. Если задачи решают высокоподготовленные студенты, задачи получаются легкие. А если их решают слабые студенты, задачи получаются очень трудными. И очень-очень много лет, практически 50 лет, 60 лет классическая психометрическая теория разрабатывала различные техники, практики, способы для того, чтобы эти эффекты максимально снизить, пока не поняли, что в условиях классической парадигмы все равно в любом случае метрика трудности задач будет зависеть от уровня знаний, уровня подготовленности студентов. А метр-уровень подготовленности студентов, который мы получаем по этим задачам, будет связан все равно. Что бы мы ни делали, он будет связан с уровнем трудности задач. И таким образом, очень интересно получилось, в 60-х годах прошлого столетия, одновременно в двух странах, которые разделяет Атлантический океан. Это в Дании, в Копенгагене и в Принстоне, в Соединенных Штатах Америки. Георг Раш и Фредерик Лорд пришли, они разработали модель, которая легла в основу современной психометрической теории. И эта модель на уровне, как бы статистически, они показали, что их модель позволяет измерять уровень знаний студента, который будет сравним, даже если мы будем использовать разные по трудности задания. Вот это вот такая вот независимость метрики знаний студента, который мы получаем, от уровня трудности задач, который мы используем, и есть ключевое свойство современной психометрической теории. Они друг с другом не, естественно, и Фредерик Лорд, и Георг Раш друг с другом не общались, и они работали абсолютно, исходя из разных таких предпосылок. Если Раш работал, исходя из теоретических предпосылок, то есть он пытался решить эту проблему теоретической зависимости заданий от уровня трудности, трудности заданий от уровня подготовленности и подготовленности от уровня трудности, и он разработал такую теоретическую модель. А Лорд работал наоборот. Он работал с данными и видел, что в данных постоянно вот есть какая-то зависимость друг от друга, Заданий от подготовленности, подготовленности от заданий. И что же можно сделать, как можно эти данные, какую модель можно применить, чтобы такой зависимости не было. Таким образом, один шел от теоретических представлений, другой исключительно работал с практикой и разработали приблизительно одну и ту же модель. И эта модель сегодня называется либо моделью Раша, либо ее называют однопараметрической моделью современной психометрической теории. И эта теория, современная психометрическая теория, конечно, очень сильно интенсивно развивалась. Во-первых, эта теория применялась к различным видам данных. Например, не только к бинарному ответу, верно-неверно, но к различным упорядоченным категориям. Например, совсем неверно, верно часть, верно большая часть и верно полностью, как вариант, например. Включали в эту теорию, разработали различные эффекты. Например, эффект такого псевдоугадывания, чтобы исключить, точнее проконтролировать эффект угадывания со стороны студентов. И разработали кучу других различных моделей. Если сегодня посмотреть на книжки по современной психометрической теории, то вот набор книг 2018 года это трехтомник, а набор книг 15-летней давности это одна книга. То есть фактически теория очень сильно развивается до сих пор. Но в связи с тем, что в современной теории тестирования есть ограничение, какое? Эта теория предполагает, что уровень знаний студента не изменяется в процессе измерения. То есть это в принципе справедливо, когда мы раздаем студентам в классе какой-то материал тестовый, они решают, и мы имеем основания предположить, что в процессе тестирования их уровень знаний остается константой, который нам нужно найти. Но если мы посмотрим на обучение, а сейчас онлайн обучение, цифровые технологии, электронное обучение развиваются очень-очень интенсивно. И чтобы померить вот эти процессы латентные, которые происходят в процессе обучения, знания, уровень подготовности, прирост и динамику, вот современная психометрическая теория, она не совсем в классическом своем виде пригодна, потому что, как я уже сказал, она предполагает, что изменений в момент тестирования не происходит. А теперь посмотрим на тест, например, тест на платформе массового открытого онлайн обучения, в котором есть несколько попыток, и между попытками студент получает обратную связь. И эта обратная связь может быть как просто сообщение ему, корректно-некорректно он решил, но обратная связь может быть самая разнообразная. Например, он решил некорректно, и на что ему нужно обратить внимание. Это может быть гиперссылка, связывающая некорректно ответ этого студента с той частью презентации, текстового материала, материала в интернете или видеолекции, чтобы студент мог посмотреть и исправить. Таким образом, вот это вот допущение, ключевое допущение вот этих моделей Russia и моделей Lord, оно не работает, потому что обучение происходит уже в процессе тестирования. И буквально последние, наверное, последние 5-7 лет, как начинает развиваться направление вычислительной психометрики, которая отказывается, точнее не отказывается, а опирается на теоретические психометрические подходы, но учитывает весь контекст того, что происходит и может происходить в онлайн-обучении и работает с более разнообразными данными, то есть не только с тестовыми заданиями, но с кучей разных разнообразных данных, и о них мы сегодня поговорим, для того, чтобы померить, было ли обучение, если было, то насколько интенсивно, какой динамики, что происходило с каждым конкретным студентом, какой эффект прирост, его прогресса вложил просмотр каждой отдельной видеолекции и так далее, и так далее, и так далее. Вот это небольшой экскурс, вот в 100 лет психометрики, что произошло. И если классическая психометрика – это обычное линейное уравнение, то в современной психометрической теории это уже не линейная связь, а вычислительная психометрика использует сложные связи, в том числе задействуют и нейронные сети, и другие способы и методы машинного обучения. То есть это гораздо более сложный с точки зрения математики такой переход, который психометрика сейчас совершает. Теперь поговорим, таким образом мы вот сейчас на этом этапе, мы примерно понимаем, что психометрика из себя представляет. И, а теперь, для того, чтобы нам нашу стратегию, психометрическую стратегию образовательного проекта разработать, мы должны понять, какие задачи психометрика может решить в образовательном проекте. И когда я писала аннотацию к этому вебинару, я пришел к выводу, что психометрика нужна любому образовательному проекту. И сегодня вы поймете почему. Потому что психометрика решает задачи описания, задачи объяснения, задачи предсказания и задачи предписания. И сегодня с четырьмя этими классами задач мы познакомимся, я приведу конкретные примеры из практики. Очень важно, что прежде чем разрабатывать и думать по психометрической стратегии нашего образовательного, любого образовательного проекта, мы должны, первое, что мы должны сделать, мы должны обратить внимание на те данные, которые мы имеем, которые мы собираем, которые планируем собирать. Потому что какой бы искусственной модель ни была, какой бы точной, как бы авторы, в общем, какой бы хорошей модель ни была, если мы эту модель строим, точнее применяем для обработки нехороших данных, кривых, то у нас получится кривой результат. О данных нужно думать заранее. Сейчас я приведу пример. Какие бывают данные? Конечно же, если мы говорим про классическую психометрику и про современную психометрическую теорию, то они в большей степени опираются на ответы студентов на различные задания. Это могут быть задания с выбором одного ответа, нескольких ответов, и самые разнообразные задания, с вводом правильного ответа. И какая может быть проблема? Проблема может быть в следующем, что если мы получаем, например, по какому-то заданию нолики, то есть студенты решают это задание неверно, мы, какой вывод мы рискуем сделать? Мы рискуем сделать вывод поспешный, что проблема в наших студентах, студенты не знают. Но на самом деле, как ответственные пользователи, которые работают с данными, и ответственные разработчики образовательного проекта, мы сначала должны исключить потенциальные проблемы, которые могли привести к тому, что студент ответил на задание неверно. Например, это может быть неверно сконструированное задание. Это может быть отсутствовала технически, например, отсутствовала иллюстрация, которая должна была сопровождать это задание. То есть вот на такие технические моменты, прежде чем делать какой-то вывод о наших студентах, мы должны позаботиться о качестве данных, которые мы собираем. Например, еще такой пример. Вот у меня был, мы работали вместе с Институтом русского языка и разрабатывали тест, распределительный тест, который распределяет студентов по уровню знаний, по русскому языку, как иностранному. Этот тест был разработан исключительно в экспертной такой традиции. Его разработали специалисты, которые много лет преподают русский язык как иностранный, и уровни трудностей задания присвоили эти эксперты. То есть они распределили этот тест по грамматическим и прочим конструкциям, свойственным языку, и исходя из своей экспертной логики и опыта, они этим заданиям присвоили уровни трудностей. Но когда мы поработали, соответственно, и вывод они делали, исходя из того, исходя из экспертных представлений. Но когда мы обработали эти данные в рамках современной психометрической теории, мы увидели, что, конечно, в целом трудность заданий, присвоенной экспертами этим заданиям, в целом совпадала с статистической трудностью этих заданий. Но встречались отдельные задания, и их было немало. В которых, например, эксперт говорит, что задание является легким, очень легким, а студенты задания не решают. Мы проверили, точнее уже не мы, а специалисты из университета, проверили, что может быть причиной в этом. Технически задания были составлены корректно, но, например, какое-то сочетание падежа, согласование вроде, в числе, оно именно в этом задании студентов путало, и они отвечали неверно. Да, студенты иностранцы, которые изучают русский язык иностранный. Вот. Таким образом, мы, во-первых, мы отправили экспертам статистики по этим заданиям. Они разобрались, почему эти задания работают плохо. Часть заданий они удалили, а часть заданий, которые было возможно доработать, они доработали. Таким образом, тест мы настроили, тест на реальность. И тут очень важно сказать, что тест нельзя составить без эксперта, равно так же, как хороший тест у нас не получится без применения статистических, психометрических, таких количественных методов обработки данных. И только вот в таком симбиозе, в таком тандеме получается хороший инструмент. Здесь есть, у меня в конце будет ссылочка на статью, вот конкретно этого кейса с Институтом русского языка имени Пушкина. Там более подробно написано, какие проблемы мы решали, как мы их решали и так далее. И там также есть описание выборки студентов. То есть вот все, что Евгения Юрьевна сейчас спрашивает в чате, об этом подробнее можно прочитать, будет прочесть в этой статье. Также, какие могут быть другие данные. Нам очень важны описательные данные. Например, это данные, откуда студенты, кто наши студенты, какого возраста, какого пола, какой предыдущий у них есть опыт, бэкграунд и так далее. Это должны быть контекстные данные. Данные о самом контенте. То есть, о чем эта видеолекция, какие у этой видеолекции есть преликвизиты, что необходимо знать до того, как начать приступать к изучению этой видеолекции. И так далее. Данные о структуре. То есть, конечно же, нам очень мало полезны только ответы на тестовые задания, если мы не знаем, к какому тесту, по какой теме, которая связана с какой лекцией, с каким материалом. Без этой связки нам очень трудно работать. И вот последний переход, который мы сейчас делаем в связи с появлением электронного образования, в связи с тем, что платформы появились образовательные, которые пишут не только ответы студентов, но они пишут микрособытия. Например, просмотры, клики, попытки, перемотки, наоборот, распроизведения с медленной скоростью. Вот эти логии, цифровой след, они очень-очень-очень нам важны. Например, они нас приводят к тому, что мы можем получить гораздо больше качественной и ценной информации, чем используя только ответы студентов на тестовые задания. Например, паттерн попыток, как студент работает, он использует сколько попыток, например, в среднем. Потому что если студент использует несколько попыток, скорее всего, этот студент просто натыкивает, ищет правильный ответ перебора. Конечно, я сейчас не обобщаю. Но вот когда мы работаем с цифровым следом, конечно же, мы можем увидеть гораздо больше ценного в поведении нашего студента. Таким образом, данные очень важны, и о качестве данных необходимо позаботиться заранее, перед тем, как начинать их собирать. Теперь поговорим немножечко уже о тех задачах, которые психометрика решает. Самая первая простая задача – это описание. И если все последующие уровни, такие как объяснения, предсказания и так далее, они невозможны без описания. То есть это такой базовый уровень, и, наверное, тот список выше из этих четырех задач психометрики стоило бы мне изобразить в виде пирамидки, где описание было бы на самом первом базовом уровне. Описание отвечает на вопрос, что у нас произошло. И здесь я привожу пример двух скриншотов из психометрического отчета, который дает сервис, который сейчас встроен в проект современной цифровой образовательной среды, в единое окно. Такие отчеты получают разработчики онлайн-курсов, которые размещены на этом сервисе единого окна. И вот простой, здесь главное, на что можно посмотреть, я понимаю, что достаточно мелко, но главное, на что нужно посмотреть, это на правом, точнее на левой страничке, мы видим такую шкалу от красного к зеленому, которая показывает у нас доступность контента. И мы в целом видим в среднем, насколько труден этот контент, этого курса, для той группы студентов, которая его изучала. И видим, что он находится в зеленой зоне, это значит, что в целом для нашей группы контент достаточно будет комфортен для освоения изучения. А если посмотрим на картинку с другой стороны, то есть справа, то мы увидим два распределения. Первое распределение – это распределение уровней подготовленности студентов этого курса, которое также психометрически рассчитывается. А с другой стороны мы видим трудность каждой конкретной темы. И здесь мы видим, что большинство тем этого курса достаточно несложные, нетрудные и высокая степень вероятности их освоения большинством студентов. Таким образом, мы через психометрический, через такой анализ можем понять и описать, что происходит сейчас в данный момент в нашем курсе. Насколько трудно, например, насколько труден контент в целом, насколько труден контент отдельной лекции или насколько трудны отдельные задачи, например, которые сопровождают ту или иную видеолекцию или материал для чтения или любой другой образовательный материал. Также описать можно и, например, активность студентов. Вот сейчас мы работаем с коллегами над статьей, в которой описываем опыт студентов в просмотре видеолекции. И видим, например, различие между тем, что студенты в большей степени изучают и просматривают видеолекции, чем материалы для чтения. И отсюда мы делаем вывод, что, возможно, попробовать необходимо включить материалы для чтения уже в видеолекции. Таким образом, мы вот этот потенциал вовлекающей видеолекции заставим его работать и на материалы для чтения в том числе. Вот такие примеры описания. Другой пример описания, когда мы просто смотрим на то, а какова трудность тестовых заданий в нашей контрольной работе или в итоговом тесте. И вот как на этой картинке мы видим, что у нас тест на три четверти состоит из легких заданий. О чем это нам говорит? О том, что, скорее всего, этот тест будет выдавать не очень четкую и корректную картинку, потому что он не сбалансирован по трудности. Если мы посмотрим на картинку с другой стороны, то вот эти индивидуальные параметры трудности, которые здесь выделены красным, мы видим по каждому заданию отдельные параметры трудности и можем посмотреть, какое отдельное задание было трудным, какое отдельное задание было легким, с каким заданием справились 100% студентов, с каким заданием не справились никто, для того, чтобы в дальнейшем улучшить сам тест. Например, удалить задания, с которыми справляются 100% студентов и 0% студентов, потому что эти задания не различают студентов, сбалансировать трудность и так далее. Теперь мы поговорим немножечко про объяснение. То есть, как только мы завершили этап описания, у нас возникают вопросы. А почему или как так произошло? Почему трудность такая? Почему трудность задания такая? Почему трудность контента такая? И тут мы начинаем в нашей модели включать описательные, точнее, объясняющие переменные, так называемые предикторы. Сейчас я приведу несколько таких схем, что мы делаем в высшей школе экономики с нашими курсами. Например, мы видим по одну сторону от вот этой зеленой грани, мы видим знание. Что значит знание? Знание, как я уже сказал, это латентная переменная, которую мы не можем пронаблюдать. А по другую сторону, в синем кружочке, мы видим ответы студентов. То есть, через ответы студентов мы можем оценить уровень знаний. Но мы ведь не знаем, почему студент ответил корректно или некорректно. Например, какие могут быть вопросы у нас для объяснения, к объясняющей психометрике, к объясняющей психометрической аналитике. Он знал до теста или все-таки он выучил, он знал до курса или выучил это в течение курса. Может быть, он списал или, может быть, он ошибся, потому что, например, он или она устал. Вот. И здесь я приведу несколько таких объясняющих, объясняющих, объясняющих результатов исследования, которые мы получили. Бывает так, когда мы включаем просмотренные видеолекции как предиктор корректности, правильности ответа студентов. И, например, видим, что очень-очень-очень значимая и положительная оказывается связь видеолекции. Что это значит? Это значит, что у нас прекрасный лектор, что студенты вовлечены, и студентам достаточно материала видеолекции для того, чтобы справиться с материалами, с проверочными заданиями. Но бывает другой вариант, когда у лекций эффект незначим, получается незначимым, а эффект, например, форумов появляется значимым. Это значит, что в этом курсе, в этой конкретной теме на правильность, на освоение материала, на правильность, есть корректность решений заданий, у нас влияли, оказали влияние, оказали эффект именно форумы, общение на форумах. Такое коллаборативное обучение, когда студенты взаимодействуют друг с другом, и вот в этом взаимодействии находится истина. А иногда бывает конфликтная ситуация, когда у нас видеолекция оказывается значим, эффект видеолекции оказывается значимым, но отрицательным, а эффект форума оказывается значимым и положительным. В этом случае, конечно же, нам нужно проверить качество самой лекции, потому что если мы видим такой эффект, очень часто студенты неправильно понимают или интерпретируют то, что преподаватель дает им в видеолекции. Такие материалы, такие эффекты у нас появляются на заданиях, которые апеллируют каким-то фактом. И вот студент неправильно проинтерпретировал тот или иной факт, и получается, что эффект видеолекции оказался отрицательным. Но, обсуждив на форуме или в чате, если есть данные, я говорю сейчас о тех логах в цифровом следе, которые мы тоже можем увидеть, посмотрев на их активность в чате или в форуме, мы можем увидеть, что они нашли правильный ответ вот в таком вот обсуждении. При этом я замечу, что мы не работаем, то есть мы не читаем, естественно, сами форумы, чаты и сообщения, мы смотрим на активность, которая фиксируется самой платформой, то есть количество постов, количество тем, которые студент отметил как важные, количество разрешенных тем, то есть разрешенных в том смысле, что проблема, вопрос разрешен, студент на платформе может отметиться галочкой. Вот такие вот бывают объясняющие эффекты. Еще один момент, очень важный касательно объяснения, это когда есть такой тип оценивания, как взаимная оценка, когда студенты выполняют работы и затем друг друга оценивают по предложенной преподавателям схемой. И тут включается очень частый эффект, который называется субъективности эффект, эффект строгости или снисходительности. И, например, если одному студенту платформа выбирала рандомных экспертов, и ему попались два строгих и один средний эксперт, а другому студенту два снисходительных, например, один средний, то может получиться так, что эти оба студента получат совершенно разную оценку при одинаковом уровне знаний. Таким образом, психометрически мы можем выделить, статистически выделить и проконтролировать эффекты экспертов и их устрединить для всех студентов. Таким образом, мы получаем оценку каждого нашего студента по курсу, не смещенную на строгость или снисходительность отдельного эксперта. Это тоже очень важно, потому что в этом случае психометрика, она не только объясняющая, но она еще и помогающая в том смысле, что мы боремся за объективность. И это очень важно, это одна из ключевых фокусов психометрики, чтобы оценки, которые мы получаем по студентам, чтобы эти метрики были объективными, валидными, надежными, достоверными. Теперь мы поговорим о предсказании. Здесь другой вопрос. Также предсказание уже невозможно сделать без описания и без объяснения. Это третий этап в нашей пирамидке. И этот этап отвечает на вопрос, что произойдет. Мы можем предсказывать что угодно, любые вопросы. Например, отсеется ли студент, ответит ли он корректно на задание, справится ли он с темой, просмотрит ли он видеоролик и так далее. И сейчас я приведу пример на конкретном кейсе. Я делал доклад на эту тему в Нью-Йорке на конференции психометрического общества в этом году. Что мы сделали? Мы разработали модель, которая позволяет на основании предыдущей активности студента в курсе, как он смотрел видеолекции, с какими попытками он решал формирующие задачи, тренировочные задачи в курсе, мы можем спрогнозировать его прогнозный вероятностный профиль того, как студент справится с этим конкретным итоговым тестом в итоге. И какой получается этот прогнозный профиль? Например, у нас есть студент Ваня, и мы видим, что его уровень знаний по этой шкале отмечен красной линией, горизонтальной, и мы видим, что по заданиям, у которых уровень трудности выше, чем его прогнозируемый уровень подготовности, он, скорее всего, должен получить неверные ответы дать, а на задания, которые находятся проще, легче, чем уровень прогноза на его подготовности, он должен дать ответы верные. Таким образом, мы еще до итогового теста знаем приблизительно, как будет отвечать тот или иной студент на тест. Очень важно, это не значит, что мы отказываемся от итогового теста, это значит, что мы можем на основании этих данных выделить группы категорий студентов и предсказать их результативность в этом тесте, которая нам очень помогает, например, в проктеринге, то есть в идентификации списывальщиков в тестах. И, например, у нас есть студент, я его отметил такой совой здесь, который у него, он очень, он подготовленный, и он должен был дать прогнозируемое, практически все верные ответы на задания этого итогового теста. Но почему-то в начале теста он дает серию неверных ответов. Это говорит о том, что, потенциально говорит о том, что, скорее всего, этот студент просто еще не вработался, как говорят, не проснулся. Другой пример, когда очень тоже высокоподготовленный студент дает серию верных ответов, они совпадают с нашим прогнозом, и только в конце теста он дает нам несколько неверных ответов. Это такие отличники-педанты, можно так охарактеризовать метафорой такой этих студентов, которые потратили все время, решили все верно, им просто не хватило времени. Вот. Таким образом мы получаем нолики не потому, что они решили неверно, а только потому, что там нет ответов. И все зависит так же. Возвращаемся к данным. Как платформа кодирует эти данные? Потому что часть платформ может кодировать их как отсутствие ответа, и тогда там будет пусто, но часть платформ может кодировать их как нолик и воспринимать, кодировать отсутствие ответа как неверный ответ. Это тоже очень важно. За этим контролировать и понимать, как наша платформа кодирует данные, с которыми нам предстоит работать. И, наконец, еще один момент, когда у нас был очень слабый студент, который очень слабо проявлялся в течение курса, и, соответственно, мы имеем с высокой долей вероятности прогноз, что он не справится с итоговым тестом, но мы видим, что по части заданий, причем, которые идут друг за другом, этот студент получает, дает верные ответы. Здесь высока вероятность, что этому студенту помогали. Это только схемы, я их использую в этом вебинаре исключительно для иллюстрации. Теперь мы поговорим о предписании. Мы уже приближаемся к завершающей части вебинара. Что такое предписание? Это когда на основании описания, объяснения и предсказания мы можем использовать эти данные для того, чтобы помочь студенту. Либо для того, чтобы подобрать те задачи, которые будут максимально полезными этому студенту. Или подобрать те задачи, которые будут лучше всего диагностировать уровень знаний этого конкретного студента. И в предписании я приведу вот три, расскажу сейчас, поговорим о трех составляющих. Это адаптивное тестирование, адаптивные тренировки и адаптивное обучение. Адаптивное тестирование. Суть его любой адаптивный тест. Любой адаптивный тест работает на психометрическом алгоритме. Если этот тест не имеет психометрического алгоритма, то это, скорее всего, используется слово адаптивный для рекламных и маркетинговых целей. Что делает психометрический алгоритм? Мы на основании откалиброванного банка заданий даем студенту не весь набор всех заданий, а только некоторые задания, которые лучше всего отражают уровень подготовленности данного конкретного студента. Например, мы дали студенту задание средней трудности, он на него ответил верно. Это значит, что таким образом алгоритм делает прогноз для следующего, об уровне подготовленности студента. И он делает такой прогноз, что, скорее всего, уровень подготовленности студента выше, чем среднее задание по трудности, потому что он с ним справился. Затем он дает задание трудное. Студент, например, дает на него неверный ответ. Уже на следующем этапе алгоритм делает следующий прогноз, что, скорее всего, уровень подготовленности студента находится между этим и этим интервалами по шкале подготовленности. И вот таким образом, через серию вот этих нескольких таких калибровочных процессов, мы очень быстро находим рабочий интервал подготовленности этого студента и даем ему задание соответствующего уровня трудности. Почему это важно? Потому что, во-первых, это экономит время, во-вторых, в таком случае мой студент не получает, не тратит свое время на очень легкие задания, и мы не пугаем его очень трудными заданиями. То есть мы очень быстро находим рабочий его интервал, и таким образом диагностика из часа может проводиться в течение 15 минут. Ну, 20 минут, все зависит от задач этой диагностики. Теперь адаптивные тренировки. Почему я выделил их отдельно, то есть я не стал их включать в адаптивное обучение? Потому что адаптивные тренировки, по большому счету, это использование потенциала задач для цели обучения. И в этом случае работают не очень сложные психометрические алгоритмы, близкие адаптивному тестированию. Мы также находим рабочий интервал, начинаем давать студенту задания уровня трудностей, комфортные для этого студента, и потихонечку, постепенно включаем в модель такой параметр прироста, и студент, который контролирует эффект подготовки, эффект тренинга, и все больше и больше, труднее и труднее дает ему следующее задание. Индивидуально для каждого студента. То, конечно, когда мы говорим про адаптивное обучение, про третий блок, здесь гораздо более сложные, многокомпонентные модели используются, потому что это иллюзия, что достаточно только использовать параметры трудности, чтобы оптимально выстроить процесс адаптивного обучения. Здесь используются и эффекты забывания контента, и понимание о том, как устроена память, и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, модели адаптивного обучения гораздо более трудные, сложные и объемные. И я привел здесь скриншот проекта, который сейчас реализуется коллегами Нидерландского, Амстердамского университета в Нидерландах. Это проект, несколько проектов по подготовке, по тренировке младших школьников языковой грамотности, счету, математике и так далее. И там суть заключается в следующем, что это адаптивные тренировки, но в этих проектах, помимо того, что сама платформа определяет оптимальную трудность задач, но еще и сам студент может выбирать задачу потруднее, выбрать ему или полегче. И все это происходит в игровой форме. Например, если это, как вот на этой картинке, этот материал по изучению иностранного языка. Если рыбка плавает побольше или поменьше, то студенту предлагается облако рыбок, которые плюс-минус близки к уровню его подготовности. Но студент из этого облака может сам выбрать рыбку чуть побольше, рыбку чуть поменьше. Таким образом, на вот такую психометрическую адаптивность, которая жестко, четко выстроена за счет алгоритма, еще добавляется такой вот человеческий фактор свободы, студент может сам выбирать. И, например, если студенту, ведь даже оптимальный по трудности элемент контента студент может воспринимать как трудный для себя. Вот. И вот таким образом, вот это вот индивидуальное восприятие мы также включаем в работу вот этой вот адаптивной алгоритмики. Да. Теперь мы приближаемся к... Простите. Да. Приближаемся уже, завершаем. Как я обещал, я привожу здесь несколько примеров статей. Это мои статьи и статьи моих коллег по Центру психометрических исследований Высшей Школы Экономики. И здесь приведены ссылки, по которым эти статьи можно будет прочесть. Это также является элементом психометрической стратегии образовательного проекта. То есть, когда мы знаем и убеждены, когда мы знаем и работаем над качеством данных собираемых, когда мы разбираемся, когда мы поставили перед собой задачи, описание и объяснение как минимум, мы также, очень важно изучать опыт коллег для того, чтобы находить новые интересные алгоритмы, новые интересные техники, новые интересные практики. И вот также в этом, как бы, в наш сегодняшний вебинар по психометрической стратегии я часть таких статей включил. И завершая я, завершающий слайд, это контакты нашего Центра психометрических исследований. На этом сайте Вы найдете массу открытых бесплатных материалов, которые касаются качества, которые описывают то, как качественно разработать инструменты оценивания для курсов. На этом сайте также содержатся наши статьи. На этом сайте есть справочник для разработчиков образовательных продуктов, как улучшать образовательные продукты, опираясь на психометрическую аналитику. Все это в открытом доступе, пожалуйста, пользуйтесь. И последний завершающий от меня слайд, это мой адрес электронной почты. Если у Вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, можете по электронной почте мне написать. И у нас остается 7 минут для того, чтобы поработать над вопросами. Первый вопрос. Ссылки для примера, например, адаптивных работающих тестов. Так, есть ссылки, но мне надо понять, как это сделать лучше. Потому что сейчас я моментально найти их не могу, но в течение 15-20 минут мне нужно покопаться в своих документах. Я готов их буду прислать. Я надеюсь, Павел нам поможет как-то разобраться, как можно будет эти ссылки, куда их можно будет разместить. Может быть, отдельным слайдом в презентации. Теперь литература о вычислительной психометрике. По большому счету, по вычислительной психометрике литературы учебной в виде учебников, ее еще нет. Но есть уже статьи, которые описывают различные вычислительные психометрические подходы. Таким образом, как найти можно эту литературу? Можно использовать эти статьи. Можно использовать поисковые слова, например, computational psychometrics, вычислительная психометрика. И через сервис, например, Google Scholar, Google Академия, можно такие статьи найти. Можно, например, оттолкнуться от... Да, я думаю, через такой поиск. Потому что учебников по вычислительной психометрике я не встречал. По классической психометрике и по современной книге есть. А вот по вычислительной пока еще нет. Потому что направление молодое. Еще вопросы? Да, разработки для разработчиков тестов. Вот если вы перейдете на наш сайт, ссылка которого дана на слайде перед вами, там есть блок, называется «Автором». И в этом блоке есть масса практических рекомендаций о том, как создавать различные тестовые задания. Также там есть блок, называется «Популярная психометрика», где собрано несколько материалов. Это наши совместные проекты с журналом, электронным журналом «Эдутейми», где мы также для них... Я писал для них материалы открытые о том, как создавать тестовые задания, как бороться с творческим кризисом в разработке тестовых заданий. Обзоры были на адаптивные тесты. Пожалуйста, можно на сайте это найти. Ага, посылки пройти нельзя, прописать ее. Так, ну, сейчас. Ага, да, спасибо большое. Теперь вот еще я нашел для вас ссылку... Ссылка очень хорошего вебинара... Ссылка очень хорошего симулятора. Он разработан был давно коллегами из Соединенных Штатов, но этот симулятор показывает, как базовый алгоритм адаптивного тестирования подбирает задания. Исходя из простейшего правила максимума информационной функции, есть такое правило. И вот я на него сбросил ссылку, это вот для коллеги... Виталия Станиславовича. Вот. Это вот как одна из ссылок того, что я просто сейчас из памяти могу вытергать, вытащить. Так, а теперь... Так, и приближаемся уже... Пожалуйста, вот здесь есть ссылка на то. Я делал описание проекта нидерландского, но на русском языке я делал описание о том, как работает этот сервис адаптивного обучения. Этот ответ больше для... Сейчас вам скажу... Тоже Виталий Станиславович спрашивал на адаптивные работающие тесты, но здесь как раз-таки пример адаптивного работающего практикума. Вот. Да. Вот таким образом, большое спасибо. Я постарался на этом вебинаре так вот нарисовать общую картинку. И если у вас будут вопросы более конкретные, глубокие, возможно, я смогу на них ответить уже в следующих вебинарах. Спасибо вам большое за то, что были сегодня со мной, за ваше внимание, и желаю вам всего доброго. Спасибо. Дмитрий, огромное спасибо. Замечательный вебинар. Намек на последующие вебинары понял. С удовольствием приглашаю заранее. Об этом мы поговорим. Коллеги, я надеюсь, что вам тоже понравился вебинар, и вы узнали много нового. Честно говоря, я сам об адаптивном тестировании узнал лет 20 назад, но как-то вот, наверное, только в последние лет 5 это как-то двинулось в практическую область, то есть в такую реальную практическую область, потому что, насколько я знаю, было достаточно много трудностей во всех этих вещах. И, наверное, Дмитрий – это первый человек, который разубедил меня в том, что это чистая теория, и что теперь можно с этим реально работать и как-то жить и что-то делать. Ну, действительно, вычислительная техника шагнула вперед, и появились новые платформы умные. Так что, да, наверное, это все-таки уже практика наша, и с этим надо как-то жить и это знать. Я надеюсь, что через день Максим Скрябин расскажет нам тоже что-то интересное, если не прямо на эту тему, то около этого. Вот так что приходите. Всем огромное спасибо еще раз. Ну что ж, до новых встреч в Директ-Академии. Дмитрий, еще раз спасибо. Спасибо. Будем разговаривать о дальнейшем. Субтитры сделал DimaTorzok